Стоит, сейчас мы вам покажем. В такой коробоньке он идёт, прозрачненькой. Идёт пластмасски. Вот, я вам про тот задумался сказать. Ну, это ладно, не очень большая такая, маленький нюансик. Здесь, видите, здесь идёт ключ такой, 290-го, чтобы потом. Откручивать вот эти вот, здесь, если разболтаются, вот эти вещи, да, то можно их, как бы, ключиком этим потягивать специально для этого. Вот такой на этой стороне. Вот, как бы, разболтаются, раз, можно потянуть. А вот от того, от BeFree, который серии, шёл ключик вот такой маленький. Сейчас засунули здесь, видите, такая пластмассовая вот штучка. Здесь вот, как бы, под десяточку, под гаечку сделана. И она вот так сюда, щёлка, она всё время здесь находится, как бы, ключик. Да, вот того, Манфротова, который BeFree, маленький. У него там идёт вот такой ключик. Но я его, чтобы не потерять, как бы, всё равно стать его, два, они практически вместе у меня всегда. Я этот ключик подмастерил сюда чуть-чуть, вот эту дырочку пришлось чуть-чуть вскрывать. Но он зато сюда теперь так очень туго-туго заходит. Приноровился. И всё, и уже можно вешать, как бы, и нормально. Видите, уже два ключика в комплекте. Оно не мешает особо ничего. Вот. Это, ладно, ерунда. Вот. Хотел вам вот про этот штатив рассказать. Вот эти вещи, кстати, здесь не было. Это уже от себящина. Это я повесил для удобства. Потом скажу, зачем. Все, наверное, догадались уже. В общем, такой штатив очень мне понравился, ребят. Вот реально, просто я не знаю. Я с ним пообщался два месяца. Но любился на всю жизнь, как говорится, да. У него, видите, вот такая вот головка интересная очень идёт. Вот. Она, как бы, не считается видеоголовкой. Просто простая, да, фотоголовка, как бы. Или фотоаппарат. Ну, можно ей пользоваться, в принципе, как видео. Потому что она вообще бесшумная, практически. Ну, вообще, слышите, да? Очень мягко ходит. Всё, всё мягко ходит. Вот это. Я просто ничего не... Я её не раз, как бы, не отпустил. То есть, её практически... Ну, вообще нет такого, чтобы что-то там... Мешало, шлышало и так далее. Здесь вот стоит, находится ещё уровень у него. Видите? Вот. Здесь находится... Сейчас я потом голову... Головку саму поближе поснимаю. Я камеру поближе сделаю. Всё, объясню. Я просто хочу вам сейчас издалека показать. Здесь, видите, вот эти ручки, они как бы убираются. То есть, ты удобно. Раз, там здесь градусов выставляются. То есть, ты быстро убрал их, они тебе не мешают. Если нужно, в принципе, чтобы двигать, то её, наоборот, выдвигаешь. И, как бы, удобно за неё, видите, как бы, прям, вещь. Ещё очень хороший плюс тут. Здесь, видите, как бы на ножках сделаны такие кнопочки, да? Здесь резиновая тоже, опять же, вот эта ручка манфротовская, такая хорошая, чтобы зимой не браться за металл, если что, голыми руками. А резиновая, вот эта вот, она не скользит, ничего такая удобная. Вот эти, кто знаком с этими зажимами, вещь, реальная вещь, она очень сильно, хорошо держит, захлопывается. Вот. То есть, в принципе, смотрите, вот, грубо говоря, у него два пролёта вылетает, да? Ну, вы видите, да, какие они по высоте, то есть, почти до потолка одна, две ножки открылись. Вот одна, вторая. Здесь опять такая же картина, то есть, здесь трубы, они не круглые, такие, здесь вот сделаны специальные мятики, чтобы они не крутились. Наверное, фотографы, может, все знают, будут смеяться, ну, не смейте, потому что я не дам, не дам, не с этим связался, я говорю от себя, как бы, то, что я испытал, то, что мне понравилось, и то, что не понравилось. Вот, наверное, сейчас я перетянул, вот этот сильно подтянул, надо было чуть-чуть расслабить сейчас, секунду. Затянут, походу, сильно был. А, я его только что, наверное, подтянул, и он сразу начинает. То есть, вы смотрите, когда, вот видите, сразу заработал хорошо, главное, чтобы он не ходил и в то же время держал хорошо. То есть, надо подрегулировать, специально для этого вот ключик этот существует здесь. на любую ножку надевать. Вот. То есть, они, видите, вообще жестко. Держим. Прям ни одной, прям, докопаться не до чего. Реально вам говорю. Вот такая штука получается. То есть, я вот в полный рост встаю, и он мне вот так вот, невыдвинутый. Здесь плюс еще выдвигается вот эта вещь, да, вот сама труда. Ну, ладно. В общем, я вам так скажу, верьте на слово, что он выше меня реально получается. Я вот под два метра, и он мне прям по глаза реально. Вот, ребята, такая вот у него интересная головка. Да, видно хорошо там, хорошо. Еще забыл сказать, вот эти вот, для чего я начал, говорить, я не продолжил. Вот эти вот переключатели, да, они для того, чтобы ножки. Здесь есть три положения у него. Тоже так же, да. От прямого, совершенно прямого, видите, под 90 градусов можно его, то есть, класть. Вот. И вот так вот, слушайте, сейчас будут щелчки такие. Вот одно положение, видите, то есть он щелкнулся. Сейчас я ножку, наверное, уберу вам. Так виднее будет. Вот он у меня открыт на всю. Да, полностью, полностью вообще. То есть, параллельно с землей получается, горизонтально. Вот. И получается, когда я начинаю, вот раз щелчок, видите, сколько? Два щелчок. Три щелчок. Три положения. Которых, ну, сами понимаете, ножки, чтобы шире, шире, шире. Вот. Тут их три. Но три хватает так, что за глаза. То есть, они прям сделаны, прям, ну, очень прям продуманно, реально. То есть, это кто изобретал, это люди, которые долго-долго занимаются фотографией, походу. Я так думаю. Так, что здесь еще интересного? Про головку сейчас поговорим. Здесь вот такая шикарная голова. Во-первых, вообще очень большой плюс у нее, то, что она, как вы сами понимаете, съемная. То есть, ее можно менять. Да? Это уже здорово. Мне очень нравится, реально. Здесь вот такой вот широкий, видите, болтик, да. И, как бы, Манфротовский вот этот, как у Мерседеса, значок. А это Манфрот, видите. Вот. Как бы здесь еще, ну, про это вот показал вам. Понятно, да, вот этот винтик. Здесь значочек вот такой тоже стоит. Манфротов, чтобы издалека было видно, с какой стороны. Вот красное видео, значит, винтик здесь помогает. Ориентироваться сразу. Этот винтик, он пластиковый. Не туда-сюда, не складывается, но он и не нужен, чтобы складывался. Потому что этот штатив здоровый такой здесь, для компактности. Ничего не сделано практически. Вот эти ножки, походу, можно менять. Потому что здесь, видите, здесь, как они крепятся, болты такие стоят. Там шестигранники, по-моему. Да, шестигранники простые. Обыкновенные. То есть, можно менять там, походу, если ножка сломается. Можно вот эти вот все менять. И сам крепеж вот этот, который выезжает, да, вот эту штуку тоже можно менять. А, еще здесь я тоже все время показываю. Не забываю про это. То есть, чтобы снимать фотоаппарат в другую сторону, чтобы можно было здесь снимать. Вот это вот с этой стороны. Она вообще вытаскивается. Видите, она какая сделана, да. Здесь такая дырочка две. Сама трубка, она вот такая. Вот. И такая вот крышечка, да, которая фиксируется там, видите, внутри эти сделаны. Это для чего делать? Для того, чтобы мне макросъемкой кто занимается, близко к земле, надо это поснимать, да. Переворачиваешь, и там, там стоит вот этот вот, как вам показать. Видите, вот с этой стороны такая стоит эта штучка, вот и она. Нажимая пальчиком, она продавливается, она как фиксирует. Вот ее нажимаешь изнутри, вот так. И все, спокойно, легко так заезжает сюда. Обратно одеваешь эту крышечку. Закрываешь ее, и все. И можно как бы обратно, да, то есть в ту сторону. Можно головку прикрутить внизу. Поняли, да? Закручиваешь. Ну, короче, ножки надо раздвинуть. Ну, очень понятно. Вот такой получается аппарат. Так, про это мы поговорим. Еще здесь я вот то, что со временем сделал, когда мне таскать тяжело все там, по своим обстоятельствам. И здесь вот такой крючочек есть. Я взял просто вот от старой сумки ремешок, такой был у меня с карабинчиками. Вот, и сюда я его вот так пристегнул. Вот так он у меня застегнут. И вот, когда он собранный, прям просто за ручку берешь вот так и понес. Здорово он как-то цепляется, удобненько. Вот. Идет он в таком вот мешке. Видите, мешок чуть-чуть не такой, как там, конечно, но в том Монфроте. Ну, тоже нормальный, терпимый этап будет. Вот этот. Такой он как глизенковый. Написано Монфротто. Правильно, неправильно. Монфротто. Красная веревочка. И здесь такая еще. Видите, с кнопочкой такая ручка. Еще один минус вам скажу. Реально, я не знаю, но надо этим, конечно, подумать. Хорошо, видите, я здесь как завязал. Между ними еще узелочек. Потому что вот эти веревки, они как-то сделаны, они очень прочные, они все хорошо, вообще претензий нет. Но когда завязываешь, даже на два узла, просто вот здесь один, с одной стороны, с другой, они-то вот так вот завязаны, как бы между собой здесь не связаны были. И все время, постепенно, они потихоньку, ты ее тянешь, она все-таки выскакивает, и он все время у меня развязывался. Вот. То есть, и я уже устал, вот так связал, вроде теперь нормально. Верестся, ничего, никаких, таких придирок нет. И, во-первых, в принципе, ты его не таскаешь за это. В основном берешь такие, ну, как бы он тяжеленький, ты его берешь вот так, в основном. Так что все. Все, мелочь. Вот, что мне здесь вообще понравилось, сильно в этой головке. Здесь видите у нее, как сделано. Здесь стоят. Здесь видите эти риски, да, деления. Здесь уровень стоит, пузырьковый. Потом, где у нас с этой стороны? С этой стороны деление, видите, градусов. Причем такие они мелкие, и так здорово сделаны. Единственное, что можно кому-нибудь, я, наверное, так сделаю. Видите, здесь нарисована стрелочка, тоже черненькая. Она вдавлена, ее там не видно. Лучше ее, конечно, беленьким помазать. Ну, и капнуть туда, красочки видно будет. Она там такая вдавленная, то есть туда можно прям реально, если она капнет, потом вот так протереть, и все. И краска там останется, внутри хорошо будет видно. С этой стороны такая же, только видите, стрелочка уже как бы на вылете. Она, наоборот, не вдавлена, а так выпуклая такая. Вот. Хорошая штука. Эти все резиновые. Ручечки вот эти резины. Резина, причем такая она прям мягенькая, приятненькая. Здесь вот сделана как бы это, как накатка, да. Токарная такая накаточка, чтобы не прокручивалась. Вот. Еще что мне вообще особо нравится в этой головке, я прям реально... Ну, не знаю, просто полюбил вот этот штатив. Пускай он потяжелее, но я почему-то все время его с собой таскаю, потому что на нем приятнее реально работать. Ребят, вот этот маленький, ну как бы он классный, но мне кажется, я вот его там жене могу дать на пляж там, да, сходить или куда-нибудь, они там с дочкой идут гулять. Я его с собой там, да, бросил. Он люденький там. То есть хорошо. Для этого, да, в этом отношении классно. Классно, но если для работы, то я на машине все время, не знаю, как-то получается, что я не таскаю особо далеко. Там на машине приехал, раз штативчик раздвинул. Вот, и этот уже и не ветром не сдует, ничего. За него голова не болит. И вот, ну реально здесь, знаете, как приятно сделан вот этот механизм. Видите, он здесь щелкает. Я поближе покажу. Вот так нажимаешь, он отщелкивается. То есть здесь что получается? Я, когда его достаю оттуда, в этот аппарат, я его оставляю вот в этом положении. Он у меня стоит. Я пошел, пофоткал. У меня и здесь, и на камере стоит одинаковая площадка. Что на этом штативе, что на этом? Ее берешь, вот так вот, когда прибежал уже, так раз, просто ее... Не получается, как все. Просто ее вниз надавливаешь. Что я сделал? А, я ее не до конца, не до конца ее зажал, наверное, да. Вот. Ты ее ставил сюда, и просто вот так вот щелк, и она защелкивается. Видите? Очень здорово. Вот реально вот ты ее снял, сюда подошел, ее вставил. Оп, все. Вообще еще раз. Берешь? Ай. А, я знаю, почему так получается. Сейчас я вам покажу, почему так получается. У меня здесь... Потому что эти все ручки расслабленные были, и он у меня... Грубо говоря, вот когда он ровно стоит, затянут нормально, да, ты подходишь, он в рабочем состоянии у тебя, и он тебя спокойно, видите, стоит, защелкивается здесь на штативе. Ой, ну просто он стоит великолепно, реально. Надо... То есть, градусы ты сразу смотришь, я вот здесь отрегулировал, там раз, нолик поставил, все. Это можно вот так вот чуть-чуть расслабить, чтобы крутить, видите, здесь туда-сюда можно панорамочку хорошую снимать. То есть, ну реально очень-очень классный штатив. Просто реально берите, ребята, вот кто думает сейчас в раздумье, я советую вам 290 серию, причем она итальяночка еще походу. Сейчас посмотрю. По-моему, я тут итальянский был. Там есть... Там прямо на сайте написано. Ну и нечаянно, или плечевая сумка включена. 10 лет гарантии, кстати. Изначально в МВиде я... Короче, они мне там ГОК, по-моему, да, или там 2 свои предлагали, я не стал. Тоже не берите ничего. Я приехал домой. Здесь на Manfrotto.com зашел, на их сайт. И там просто вот берешь этот самый, свой паспорт от этого штатива. Там прямо инструкция написана, все, на русском языке. Заходишь на сайт, регистрируешься, и тебя ба-бам, сообщение такое на почту приходит, что у вас продлена гарантия на 10 лет. То есть, Manfrotto 290. 10 лет гарантии. Welcome. Супер, ребята, супер, реально. Не знаю, как это будет работать, конечно, но мне кажется, просто за 10 лет с ним даже ничего не случится. Вот честно вам скажу. Если нормально относиться к вещи, вот к этой вечной, просто вечной вещи. Ну, очень удобная. И вот эти ручки, они здесь, видите, вот так Manfrotto там написано тоже. Они вот эти вот очень такие, они не проскальзывают. Даже вот если, мне кажется, масляные руки будут, все равно, как бы ты ее прокрутишь, потому что сделана как бы вот эта вот накаточка, да, и между ними еще вот как впадины такие резкие. И получается, то есть, у тебя рука никак не проскользнет. То есть, ты по-любому так раз вот потянул, как тебе надо, так раз зафиксировал, да, зафиксировал, ручки убрал, чтобы тебе не мешали, и все, и спокойно там уже фотографируешь, как тебе, что тебе надо, да. Эх, забыл. Сейчас вас заснимем. Вот так. Не хочет? Сейчас мы ее в зеленую зону пока протащим. Сейчас захочет. Вот оно. Не, шикарно получается, конечно, единственное, что я не поставил. Нет, регулирую. Но, ой, вещь. Медведь получается. Супер. В общем, ребята, берите. Всем советую. 290 XTRA. Классная вещь. Манфрота. Все есть, что надо, реально. Он, ну, все просто есть. И он, ну, я бы не сказал, что он тяжелый. Реально. Я вам потом сейчас, сейчас покажу, там ставлю, сколько он весит. Вот этих паспорт написано. Ну, вещь классная. Вот эти все зажимчики сделаны просто очень качественно. Очень, очень, очень. Very, very, very good. Ну, ребят, счастливо. Пишите, что вы хотели увидеть. Покажу вам в следующий раз. Спасибо, что смотрите. Пока. Покажу вам в следующий раз.